Если реакция не поступает, мы проверяем дыхание присутствует или отсутствует параллельно. Если у вас, как мы видим, работники позволяют возможность, можно сразу определить пульс на сонной артерии. Что мы должны сделать? Мы должны наклониться к лицу пациента щеком для того, чтобы ощутить его дыхание. Мы должны при этом видеть грудную клетку. Если есть одежда, можно ее расстегнуть и положить руку на грудную клетку. Для того, чтобы определить пульс, параллельно можно поставить руку на сонную артерию. Наклоняемся и считаем до 10. Раз, два, можно проседать. Три, четыре, пять. Мы определяем, есть дыхание или нет дыхания, есть пульс, нет пульса. В зависимости от того, что мы видим, мы начинаем реанимационные мероприятия. Если отсутствует и дыхание, и пульсация на сонной артерии, мы определяем клиническую смерть и начинаем реанимационные мероприятия. А реанимационные мероприятия у взрослых начинаются, прежде всего, с компрессии. Для того, чтобы правильно проводить компрессию, нужно освободить грудную клетку, найти точку, где должны ставиться руки. Для этого нужно грудную клетку, образно разделить на три части. Грубо говоря, буквы. Жидан-брук, так называем. На шветочку ставим руку. Длинная сторона руки, по возможности отрываться. Глубина, с какой нужно надавливать, прогибать грудную клетку, от ики не больше шести сантиметров. Потому что дальше уже можно нанести серьезные травмы. Насчет дыхания. После тридцати компрессий можно проводить, как вы говорили, уже два вдоха. Они должны быть не резкими, плавными, потихоньку. Почему? Потому что если вы резко не получите в руку, то вы можете вызвать его пилис. Наполните ему желудок. И все желудочное содержимое пойдет в ноги. Будет испираться. Если, как мы изначально отрабатываем, что бригада приезжает по два человека, пока один человек начинает компрессии, желательно, чтобы второй восстанавливал необходимость дыхательных людей. Для этого используем запрокидывание головы, выведение нижней челюсти, заглядывание в рот. Если там все чисто, пусто, нужно поставить желательно воздуховод или ларингеальную маску или интубационную трубку. Лучше всего, конечно, заинтубировать. Но интубировать желательно советую начинать, когда вы проводите около 2000 успешных интубаций в год. Если вы 2000 успешных интубаций в год не проводите, то ваши попытки заинтубировать успешно пациента приведут к тому, что вы просто потеряете время. Поэтому старайтесь использоваться теми средствами, которые у вас хорошо отработаны и которые вы быстро сможете выполнить. Хотя бы, допустим, у воздуховодов. С воздуховодов все делят? У нас, к сожалению, такой вот детский, потому что у нас пациент не предназначен для постановки воздуховодов, он для постановки желчного зона. Поэтому он маленький. Они бывают разных размеров. Нужно определить размер, какого воздуховода нужен, как он правильно определяется. Вот и долка арта до ручки ума. Можно самим воздуховодом померить, можно постараться померить пальцами. Точно так же, как и воротник. Как правильно вставляется воздуховод? Сначала обратной стороны. Мы начинаем входить в воздуховод. После того, как он вошел на половину, мы прокручивая совершаем разбородки, и воздуховод становится полностью. Вот это вот называется ленгиальная амазка. В принципе, по сути, с ней работать еще проще, чем с воздуховодом. Почему? Потому что здесь особо в навыках никаких не нужно. Берем ее как пирог. Открываем рот. Начинаем входить. И проталкиваем, пока она не упрется. Ничего поворачивать, ничего не надо. После того, как она встанет на свое место, она упрется. Дальше разбиваем клапан. Клапан. И она там стоит. Спокойный набор. Если будут такие манекены, на которых там можно будет попытаться отработать, и обязательно с вами будем работать. Еще, что очень важно. Если идет остановка, и при этом вы знаете, что была травма, то есть падение с высоты, сбила машины. Обязательно нужно стараться начинать с того, чтобы обливать воротник. Как правильно обливается воротник? Меряется от уголка нижней челюсти до ключицы. Опять же, приставляем в анекенах четыре пальца. Здесь вот есть вот четыре деления. Этот воротник регулируемый. То есть у нас по манекену четвертое деление. Для того, чтобы правильно заворачиваем липучку, чтобы она не пачкалась. Потому что очень часто у нас происходят травмы на земле. Пациенты лежат в грязи по локте. И если липучка запачкается, она нормально фиксирует липучку. Подходим к пациенту. Воротник лежит за руку. И аккуратно заводим в воротник. Потом отправляем липучку. Далее, в ковшеобразном движении, подводим воротник под подбородок. И следует. Вопросы есть? Будем тренировать? Так. Будем. Первые два человека. Попробовать надо будет всем. Обязательно, это может быть где-то еще один. Когда ты все знаешь, ты будешь помощником, ты спрашиваешь, вот вы приехали в надрис без сознания, ты самостоятельно выезжаешь. Твои действия лежит в центре. Ну да, вы приехали. Твои действия лежит в центре. Так, возьми. Ты делай. Вы меня слышали? Я прощаюсь, нужно стараться сразу. Потормошить, немножко за плечи. Не знаю, не знаю. И надо бить. Как можно? Мы не значительно... Не реагируем. Не реагируем. Так, теперь стюкли. Ставим в клетку. В щеках. Десять секунд. Не сточек. Ухранения нет. Ухранения нет. Больса нет. Там нет. Будем стоять на время. Будем стоять на время. По-моему, можно что-то поговорить? Начинаем сразу реанимационные мероприятия. Да, сначала, я просто. Начинаем с основных дыхательных детей, посмотри, с другого. Все. Если компрессия, последние 5 считаются сложным. Да. Первые 100 компрессий, в каждом уровне. Ну, в концы нигде, мы как-то шестая. Шип-дирон, а помните? Суденопрессия. Вы забыли? Делитесь вращаясь со скоростью 100, что меня сомненно встал. Нет. Руки по локтям не сгибаются. Если ты отрываешь руки, ты должен отрывать точки и управлять их. Руки не отрываешь. Руки не отрываешь. Когда он делает вдох, ты должен сказать, прошел вдох или нет. Чувствуешь, что экспульсию у одной клетки? Вдох прошел, говоришь. У вас должна быть связь. После того, как два раза он сделал, начинаешь опять компрессию. Кто следующий? Пошли. И как вообще 5%? Что же тут произошло? Хотя бы начать качать. Вот пока мы качаем, мы можем по себе стоять и думать, что происходит. Но при этом, хотя бы механически пытаться что-то делать. Первое наше действие. Осмотр вместо П-6. Если что-то не мешает нашим действиям здесь, не мешает проводить четкую стоять, четкую реанимацию, мы начинаем приступать. В первую очередь, мы пытаемся пойти в контакт с больным. Молодой человек, вы слышите меня? Отвлекаем его, пытаемся вести. Если он не реагирует, пытаемся болевыми ощущениями. Посмотреть, насколько человек в сознании реагирует на болевые ощущения. Если нет, ставится рука на грудную клетку, для того, чтобы посмотреть, есть ли в дыхании, насколько есть экспульсия в грудной клетке, что вы в руку уже устраиваете на сонную артерию. Гух, выплавку, слышим дыхание, видим грудную клетку и ощущаем что-то плохо. Если мы убеждаемся, что нет курсации, нет дыхательных дыханий, нет никакого движения и нет дыхания, мы сразу начинаем непрямой массаж сердца. Ставим руки. Представляете, еще не будет рост. Ставится руки. Так. Да. Зафиксировал их. И внимательные следы, чтобы он не был в том месте, потому что, когда летом, когда жарко, все это потеет, все это чёт, руки скользят. Постоянно внимательно. Оставил их и никуда не убирал их. Второй человек в этом уровне смотрит приемом сафара, двигая, освобождает круговым движением, одним или двумя. Обязательно за счетом и прострастным языком смотрит. Если чистые, если нет аспирации, если, опять же, на пути чистые, ну, ты качаешь. Сразу начинаешь. Второй человек придерживаю голову. Шереп 102. И открытый. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Глуже и быстрее. 120, 130 нажатий. Вот. В этот момент я опуху не отпускаю. Если чистый питатель... Ты не устанавливай как воздуховод. Вдоховод. Если вздох не пройдет, я буду устанавливать вдоховод, он по реальной духу, если нет, мы не делаем. Желательно установить воздуховод сразу. Потому что дальше и пройдем перевернение. Сафара, продвижение мышечной челюсти все равно, если корень языка, она частично может перекрывать воздуховод. 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 Воздуховод желательно поставить сова. Хорошо, поставим воздуховод. Измеряем. 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 Да, извиня. В воздуховоде бывает 5 размеров. От мочки выплата до... Голгарда. То есть и сжим. Ставим воздуховод. Завладя его до света не проворачиваясь до 180 градусов. И... Качаем. То есть и не останавливаемся. Даже если ты уже сделал больше 30 градусов, все равно работаешь. Ставим в объявленный опор. Ставим маску одну страну. Придержим челюсть. Один большой кладец указательный. Придержим маску. И делаем основываться. 30. Вдох прошел. То есть если вдох проходит, у тебя руки на двумя клубки, и у тебя человек спустят. Второй вдох. То есть нажатики должны быть достаточно уверенными, сильными, но не быстрыми. Чтобы из того, чтобы воздух не попал в желудок, чтобы не было холодный рефлекс, и ощущается полнота в желудке, и когда можно будет сработать холодный рефлекс, и произойти аспирацию. И второй. Если вдох не проходит, ты качаешь. Я вложу ее на динамину маску. То есть она должна быть вот так вот. Разбывать ее, ставить нужно, чтобы она из воды была, чтобы она плоская была. Ее вводится она коммунгарку точно. И вот так вот, как пирожка. И вводится она в зависимости от того, с какой жизнью. Желательно, если вообще. Если нечем, то хотя бы физиоскором. Если нет, то хотя бы физиоскором. Если нет, то никаких, никаких этих самых жирных средств. Никаких организмов, никаких. То есть, специально для этого предназначен бубликан, смазанным бубликаном, не просто смочить физиоскором. В зависимости от того, если вы стоите с этой стороны, то дай уже вот так. Так удобно. Если я сбоку, то дай уже вот так, и так удобно. Вводим этот разговор, вытаскиваем доводник. Включаем, чтобы не останавливаться на секунду. Крой одну мишку здесь. Вам удалось ввести маску? Ну, это не уникальный. Это уникальный. Уникальный, который позволяет это сделать внизу, в учебном классе, весь медитент, который позволяет ввести маску вчера. Это делали, отрывали. А по два часа. А по два часа. Очень мало, очень много. То есть, на пламениальной маске есть трубочка, которая раздувает. и плотно прижимается. И плотно прижимается там, не давая. Чтобы понять, как она раздувается, вот специальный крючочек, который показывает, насколько раздувается саномаска. И так же мы ее забираем. Потому что в будущем. Дальше. В течении двух минут мы работаем. Тридцать нажатий. Два вдоха. Тридцать нажатий. Два вдоха. Потом, в это время, водитель говорит, что он принес, или вызывается аппликата, специализированная, у которого есть дефибриллятор. И производим отзывы. А потом, я перебуду. Если ритм восстановился, что мы дальше делаем? Депрощаем. 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 Да. После того, как вы восстановили ритм, еще как минимум 30 нажатий нужно продолжить делать. Депрощаем. Да. Депрощаем. А при этом, а при этом, что сделать? Мы ставим, мы разносим до ритма. Самый генозный доступ. Когда мы опять начинаем у нас гибридлина. У нас гибридлина разводится на нерве, и у нас гибридлина, или воды. Не вводится. После трех. А если мы применяем фибридлятор, после трех. Мы начинаем вводить кардарон. Кардарон выводим с... Как часто он вводит. Как часто он вводит. Интервал. Интервал. Адреналин после трех, так сказать, древибрилляций, которые провели в непрямом массаже, как так как начинаете выводить адреналин? Сколько раз Вы ведете за 40 минут Вашей реформации? Восьмого. Ой, восьмого. 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 Адреналин в таком же количестве. Понимаете, что и получилось так, что мы проводили анимацию, а в Адексанах в комнате пополнения не требует энергетического амплодреналина. Скажите, пожалуйста, коллеги, у кого есть на сегодняшний день вот этот набор? Сердечно-лёгочная и церебральная реанимация. Новая рекомендация Европейского Совета по реанимации 2015 года. Ни у кого нет. Значит, я на каждую подставку, так сказать, этот материал дам. Желательно, чтобы у каждого из Вас сделайте все работы, потому что вот это от Вас нужно требовать после 17 сентября. Фёдор Владимирович сказал, что он лично пропустит у каждого из вас в ритм за счет порт. С лично-лёгочная реанимация. По этому слушает, что он говорит. Единственное, что мне бы хотелось, чтобы это было чётче. Понимаете, чётче у Вас чёткое представление и чёткие описания, понимаете, чёткие действия, чёткие команды. Счёт раз, два, три, четыре, понимаете, вот так. Обязательно это надо делать. Потому что те сроки, что мы живём постоянно, они потом и становятся проблемами. Мы сразу же это самое, сразу должны командовать друг другом. Сразу же после каждой двух минут непрямого маска же меняться по числовой сделке. Но это надо делать, понимаете. От того, что Вы это знаете, но не делаете, ничего не меняется. Вы должны это довести до автоматизма. Вот какая просьба к Вам. И, конечно, вот эти все рекомендации срокопируйте. И нарезу стопочный наш. Всего в десяток раз получится лучше. А идеально ещё больше. Так сказать, время не пройдёт. Но вопрос другого. Это всё равно надо сделать. Это всё равно надо сделать. Если это не касается врачей, и врачи в день бригады сохраняются, то фельдшерские бригады, они должны перейти так. Врачебные бригады сохраняются. Это в 2026 году мы будем работать с этой бригадой. Так, что мы будем работать с этим. А введение парамедиков, если оно состоится. И если будет принята эта реформа, утверждена комбинатом министра и руководитель этого, то, конечно, она будет уходиться после. Но сначала будет обращаться в будущем парамедиками. Ничего не меняется. Я прощу все эти документы по поводу всей этой формы. Там ничего кроме названий не меняется. Вы как были, пиши рано, так я стою и не спиши. Просто меняется название. Но вот утвердить изменение этого, это под большим и большим вопросом. И я думаю, что у меня есть значительное дело, и буквально справа это вы знаете. А дальше будет идти ваша специальность. Мне медсестра. У вас хотят сделать медсестру. И в этом проекте Распожелитель Утру там написано специальность медсестринство. Понимаете? А вы настаивали на том, чтобы у вас был специальность, ассистент врача, помощник врача. Как во всем мире. Понимаете? Во всем мире фельдшера это помощники врача. И они так и называются ассистентами врача. Вот. Вот такая вот. А все остальное, все, что вы делали до этого, то и вы продолжали. Будете продолжать делать. Правда, там немножечко увеличено этот самый пример. Появилась для вас такая манипуляция, как интубация трахеи. Забудьте. Интубация трахеи сегодня на нашем этапе не проводится. Для этого есть пять видов ремиальных масок. Это элементарно, ребята. Вы, каждый из вас попробует, это элементарно поставить. Что? Как это нет? Нет. Пробовали. А, пробовали. Не надо пробовать. Надо тренироваться и ставить их. Я понимаю, что надо иметь всех пять размеров. А у вас, слава, у него три есть. Два есть размеры, это хорошо. Надо иметь пять размеров. Но у нас пока их нет. Так вот, пожалуйста, давайте отрабатывайте до автоматизма вот это. И самое главное, знаете, что я хочу сказать. Многие из вас, смотрите, такое скептическое отношение к этому. Но, я сказать, ну, и это было, и это мы прошли, и это было, и это мы прожили. Нет, не прожили. Вот это мы не прожили. Вот это надо деснить над работой. Надо деснить над работой. Надо деснить над работой и умеет работать. Хотя, к сожалению, даже они, знаете, сколько раз они менялись? Они менялись уже десяток раз на моей жизни. Вот эти рекомендации. Каждый раз что-то добавляется, что-то изымается из этих рекомендаций. Но все равно не надо. Все равно учиться. Браво. Вообще, это, мое хорошее. Господи, блестяще. Но, к сожалению, вот что я ему, к сожалению, говорю. Вот мы живем вот эти сопли. Сопли жевать не надо. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вот это, это, это. Поменялись, повернулись. Вот что надо делать. А он тихенький такой, понимаешь? Вы поэтому призовы не стали занимать. Он все делал правильно. А там были вот такие более энергичные люди. И поэтому мы не попадали туда в призов. Понимаете? На этих всех соревнованиях. Поэтому, пожалуйста, делайте это в погуще. Вы меня слышите? Как может человек ответить? Вы в сознании? Не надо ли с ним всякую глинию? У нас больше не надо. Если реакций нету, нужно нажать. По любому же. По любому же. По любому же. Реакции нет. Не хайли. Нужно обладиться. Посчитать, как положено. Смотрите. Обратите внимание. Вот это очень важный момент. Это определение дыхания. Вы наклонились над пострадавшим. Вот. И считаете до десяти. Для того, чтобы хотят услышать, если сможете услышать. А если не можете услышать, что можно еще сделать? Достать смартфон и приложить к этому самому. Приложить. Вы будете видеть запотевшее стекло. Если там действительно какой-то гаспин сохраняется. Давайте вот эти моменты. Они же очень важны. Люди добрые. Показать. 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 На констатацию клинической смерти вам отводится всего 10 секунд. Нет времени у вас. Понимаете? Не молодой. Не bargain responsable. Вы устаёте. Никакан. Сказать. –и три года вер even. –Пошел Ist'ma? Ну, где снимал. 설�ache. Вот это, это должен сказать тот человек, чьи руки подним � срнусь на грудной клетке Он почувствует. Прошел нет дом или не прошел. И он скажет дом прошел, дом не прошел. Вот тоже я два стрелка, вот это должно быть до автоматизма доверено. Приготовить вспоминацию. И почти на тебя 26, 27, 28, 29, 30. Смотрите, как они по часовой стрелке переползли. Я иначе это не назвал. А как? По часовой стрелке, а получилось наоборот. Ты пошел по часовой, а он пошел по часовой. Сходи сюда вот так ровно. Не забываем. И напомнишь, чем больше вперед, чтобы всей массой отвечаешь. Тогда не так быстро устаешь. До встречи. Не забываем. Выошел? Не забываем. И всё, что нравится. Высок шедев gorgy! После двух минут вот этой непрямого массажа с сердца, с чего вы начали, вы что должны сделать? Оценить наличие у пациента фибрилляции. Для этого необходимо, что сделать, подключить монитор, кого чего, дебриллятор, если он не имеет. Что? А если его нет? Нет. Я просто посмотрел, что мы с носом на артерии. Ну да, нет, это понятное дело. У меня есть дебриллятор. Вы можете оценить априори. Следующий вопрос. В рекомендациях по опуску реанимации и в любом массажа с сердцем адресом, компрессия зубной клетки выполняется вами, удобно для вас. Понимаете, в варианте. Потому что вариантов вот этих расположений очень много. Понимаете, здравствуйте. Есть разные варианты. Самое главное, чтобы это выполнено было. Кому-то удобно в замке, кому-то удобно кисть на кисть, вот так, кистообразно. Поэтому, пожалуйста, самое главное, чтобы это было, чтобы это было плотно, чтобы это не отрывалось от грудной клетки. Понимаете, руки не отрывались от грудной клетки. И чтобы компрессия проводилась на глубину, значит, 4-5, а у меня это же 5-6 сантиметров. И только тогда такая компрессия будет. А если вы будете отрывать от грудной клетки грудки, то вы поломаете ребра. Это единственное, что вы сделаете. А эффективного, эффективной компрессии не достигнет. Ну, уже нормально. И не прокачиваешься. Грустно. Ты часто качаешь, и у тебя из-за этого получается не та глина, которая нужна. Ты не прокачиваешь, как положено. Вот. Теперь она у тебя нехорошо вниз уходит, и возвращается обратно. Последние 25-26 считают вслух. Меняйтесь. Через дольного мы переступаем. Вот мы скриним, и вот так вот сдвинулись. Тот, кто стоял на мешке, сдвигается на свободное место, становится сбоку. Начинает компрессия, больше стояло сбоку, становится сбоку, и начинает дышать. Так против этого делается? Ну, раз, два, два. Как удобно. Здесь свободное место, и получается вот. Это не суть важная. Да. Удобно. Вы можете начать работать изначально с другой стороны. Самое главное, чтобы вы не прыгали через пациента, и менялись в одну и в другую сторону. Вот так. Ну, по часовой спину, пожалуйста, вот так, вокруг. Ну, не прыгай через пациента, а через слайду, а перед ним. Стоять. 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 Больше надо, рукава. Чуть вперед. Качай. Не так часто. И глубже. Вот. Вот так. Следующий. А, может, это вас? Вот, у вас, у вас, у вас, у вас. Понимаете, вот почему-то, я не знаю, вот я был в Германии, и наблюдал, как работает там. И меня слышит. Вот у них это почему-то отработано до автоматизма. Причем командный голос, не кто-то там не шепчет себе под нос. Это делается элементарно. А у нас почему-то так трудно это. Дыхание отсутствует. Дыхание отсутствует. Дыхание отсутствует. Пульс. Проверили? Да. Может, может быть такое, что пульс есть, а дыхания нет? Пульс нет. Дыхание отсутствует. Что мы делаем? Начинаем. Как красиво. Продолжаешь компрессии. Если селами 30 компрессий, и к этому времени мы успели достать обмушку, не успели поставить воздуховой. Или что-то еще решает. Компрессии продолжаются. И не до того момента, пока там поставят воздуховой. А сделали 30, не успели поставить, значит качаете по новой минуте. Если 32 откачали, успели сделать? Да, хорошо. И дышать. Хорошо. И не делайся оба вдоха. Если нет, то можно продолжать обзор и обзор. Нет, оба вдоха будет. Спасибо. А на стенок? Нет. Да. Сначала определяем точку. Обязательно. Как определить то, что вы помните? Как сложить это все? А еще проще. Так. Еще чуть-чуть. Помните, чтобы вы не зависли на процентах. Наверное. Перемчайте по этим 추가чиком. Да. Как строить, души на стенках. Открывайте. Мы рассчитываем на стенках. Под Geraldo Classic Д Dog и Новосибиры Город Ana. Спасибо. Андрейся, оцениваем необходимый вдыхатель для пути, если здесь что-то мы берем перчатки, освобождаем вдыхатель для пути, ставим воздуховую. Дом прошел. Еще раз. Дом прошел. Семнадцатого сентября на каждой подставке будет проведена тряпки. Дом прошел. Так это суббота. Суббота. Семнадцатый. Будет девятнадцать. Поэтому я вам начинаю? С семнадцатого сентября. Дом прошел. Семнадцатого сентября на каждой подставке будет освобожден. Дом прошел. Дом прошел. Дом прошел. Прошло, нужно больше заплатить в год, а нижние пальцы не может держать шею. 28-28 лет. Прошло. 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 Нет, прошло. Женщик. Отзываю, что у вас есть. Вы меня слышали? Не слышали? Не слышали? Я просто пересмутил. Я отвечаю, а я тоже разношаю. И слушаю, вдоха, вдыхания, портсовность нет, веккурсия, золомождение, клетку нет. Сразу пописаем, вручая, верно ли я не могу. Вдоха, вдыхания нет, портсовность нет, веккурсия, золомождение клетки нет, сразу дописаем в точной деятельностиité. Вам нужно хвататься того, что он постёгивает. Для этого есть у Вас второй помощник, которому Вы говорите, что это физическая смерть, когда отсутствует в пульсе дыхания. Измеряем его сухоплодом. Руки не отрываются от грудной клетки. Не отрываются и всё время остаются на грудной клетке. Просто ослабляется давление, а в руках руки остаются на грудной клетке. В принципе, да. Готовим. 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 uti ahh Это все зависит от того, как лежит тело, понимаете, как рукой не могло, не могло, то есть все. Дух прошел. Дух прошел. Вот этот комплекс называется комплекс первичных генемострозных героев. Первичные. Потому что дальше идет комплекс расширенных генемострозных героев. Дух прошел. Устанавливается пайетер перриферическую генемострозная тетрадь, и когда начинается распорядочивание. Хорошо. Кто еще не снимает? Чего быть? Почему это? Мы говорим, что ток прошел или нет. Дело в том, что может нарушиться работа англички. Может быть, то, что мы посмотрели в голову пол, что там ничего нет, это не значит, что глубже не может быть какая-то кости, чем из убитых необходимости лучшего подходящего пути. Поэтому, когда делают ток и говорят, что ток не прошел, человек, который делает компрессию, он это обязательно продолжает, а тот человек, который находится на мешке англ, он уже начинает разобираться, из-за чего влог не прошел. Берет лариндоскоп, даже если не инкубируем, то, как минимум, завести лариндоскоп, поднять язык и посмотреть, нет ли там внутри чего-то, той же косточки, может быть, она стоит чуть глубже, она не настолько глубокая, ее можно достать. Поэтому человек, который на мешке, он обязательно отвечает за то, что как проходит его работа, как проходит вдохи. Итак, 80% клинической смерти наступает от фибрилляции в желудочном сердце. Вы должны это делать. И эту фибрилляцию вы можете зафиксировать, если у вас есть электрокардиограф или дефибриллятор с монитором, и, естественно, начинать сердечную револючную реанимацию с дефибрилляции. Но до дефибрилляции, пока вы подсоедините дефибриллятор, и для этой фибрилляции, все равно работает непрямым массажем, и все равно это все делает. А потом, подключив дефибриллятор, вы на мониторе дефибриллятора и дефибрилляция бывает трех видов. Дефибрилляция крупноволновая – это самая, так сказать, благодарная дефибрилляция, которая 100% подвергается дефибрилляции. Через 2 минуты крупноволновая дефибрилляция сменяется средневолновой дефибрилляцией, а еще через 2 минуты средневолновая сменяется мелкого. Так вот, на средневолновой разряд губриллятора, который сейчас установлен в едином размере 150 человек, было 200, стало 150 человек, имейте это в виду. Я имею в виду, у пациента, взрослого пациента, 150 человек. Значит, мы проводим за вот это время, за вот эти 5-6 минут, первые 5-6 минут, проводим 3 дефибрилляции. Я имею в виду, что если первая дефибрилляция приведет к восстановлению силностного ритма, то вторую делать не надо. И третью. Но если они не восстановили на первой дефибрилляции, продолжаете непрямой массаж сердца, продолжаете искусственную вентиляцию легких, и через 2 минуты повторяете то же самое, если на мониторе электрокардиолога или дефибриллятора регистрируется дефибрилляция. На сегодняшний день даже есть указание о том, что и на асистолии можно стрелять. И такой вариант тоже есть. Но дело все в том, что эти рекомендации, они написаны в Европейской ассоциации кардиологов или гематологов, другие американские, есть расхождение. В каждом штате по-своему это делают по северности, и у нас где-то будут делать так, а где-то будут делать по-другому. Но это не важно делать. Вы должны помнить, как проводится дефибрилляция. Для этого надо ознакомиться с устройством самобойных дефибрилляторов. Вы его видели на картинке или нет. Можно на станции, на бригадах есть, или рядом. Ну, вот тут все на первом занятии. Да. Который подает встанк, что на чему? Да. Ну, может быть. В чем тут интереснее? Вы просто должны знать, как с ним работать. Куда ставить? Как сказать, эти сады, или где-то дефибриллятор, или как можно, как вы говорите, проводят? Каким образом вы монетарируете это? И как быстро вы это все проводите? Поэтому, пожалуйста, устройство дефибриллятора, работа с дефибриллятором, пожалуйста, на подстанции отработаете этот вопрос. Отработаете. Я понимаю, что это самое, но мы постоянно снимаем дефибриллятор с машины и отправляем машину на ад. У нас нет свободного дефибриллятора, чтобы он тут стоял, а вы на нем тренировались. Это все рабочие дефибрилляторы, которые находятся на машине. Ладно, давайте, успехом. 19-го числа ждите у гостей. Прежде всего, Федор Владимирович Корнепанович Корнепанович Корнепанович. Продолжение следует...